Я студентка третьего курса программы медиа и коммуникация, и по совместительству тоже являюсь главным редактором DHU Times, это студенческая медиа наша, я думаю, вы все о нем слышали, если не слышали, то очень жаль. Можете поискать информацию и подписаться к нам. Говоря о проекте, вообще как я начинала, как я пришла в редакцию, если можно так сказать, с 2021 года я являюсь главным редактором DHU Times, а до этого я была активным участником просто штата, писала статьи на разные темы, которые мне были интересны, и вот благодаря своей активности меня выбрали в качестве, можно сказать, такого преемника на должность главного редактора. Вообще о проекте, если говорить, то это проект для студентов студенческого сообщества ЕГУ, где они могут выражать какие-то свои творческие идеи, писать о том, что действительно им интересно. Проект вообще был создан в 2013 году студентами-преподавателями, и, кстати, интересный факт, когда я пролистывала какую-то хронологию статей, оказалось, что первая публикация вышла в 2013 году 2 октября, а это мой день рождения. Мне кажется, очень символичный и классный. Говоря, наверное, о старте, можно сказать, что журналистикой в целом я заинтересовалась вообще в 8 классе и была участницей клуба такого по интересам, юный журналист. К концу школы у меня уже было свое такое маленькое медиа в городской газете, и также я была участницей различных международных, ну не международных, как бы внутри Беларуси программ, где я ездила как юный журналист в тот же Зубрёнок, и там участвовала в медиа-отряде. То есть мы снимали, писали о каких-то классных ивентах в Зубрёнке. И, собственно, по этой причине я вообще оказалась в ЕГУ, то есть меня заинтересовала программа медиа-коммуникация, и вот так я продолжаю здесь свою деятельность журналистов. Приоритеты в работе, скорее всего, для меня первое, такое самое важное, это поддерживать репутацию проекта, чтобы не было каких-то конфликтных ситуаций, а если они возникают, то нужно это как-то решать. И, естественно, я стараюсь разбираться в вопросе, чтобы максимально объективно подавать информацию, не было каких-то ложных заявлений, не было плагиата и так далее. Редактора, мне кажется, продуктивность, наверное, в целом такая черта как человека, потому что мне хочется везде все успеть, то есть мне важно не только заполнять контентом сайт, мне важно отражать это и на других наших платформах, Instagram, YouTube, и также важно уделять время команде, то есть интересоваться, какие у них есть идеи, про что им интересно было бы написать. Я даже помню в начале своей карьеры, можно так сказать, главного журналиста, главного редактора. Я проводила такой мини-планерку, где устраивала такой небольшой фуршет, пылипончики, чай, и вот стараюсь как бы поддерживать такую классную атмосферу, чтобы людям, студентам и студенткам было в целом приятно работать. Мотивация на самом деле проста, ну лично для меня в работе вот главным редактором, мне просто интересно, мне нравится идея, я действительно с запалом каким-то выполняю свою работу, это для меня не в тяготу, можно так сказать. И это возможность для меня выражать и свои мысли, то есть я могу сама становиться авторкой статьи, отражать какие-то темы, которые интересны мне. Ну, наверное, еще одна мотивация, что это в целом рассказывать студентам и студенткам о каких-то важных событиях университета. Мне в целом нравится вот это информирование, создание текстов, контента, наполнения, это для меня как хобби такое, в радости. Говоря о силах, силы на все, конечно, иногда их не хватает, это логично, потому что человеческий фактор и выгорание, и физическая усталость, особенно во время сессии, это все сказывается. Но если просто говорить о силах, откуда я их беру, наверное, первое, что такое, как основа, база, это самодисциплина, мне кажется, очень важна. Просто стараюсь найти то, что мне интересно, то, что мне как-то цепляет. И так как мне нравится сама идея работы в данном издании в качестве главного редактора, то есть это оптимизация и какая-то объединенность, наверное, создание вот такого комьюнити издания, то да, вот эта вот идея, она и вдохновляет, и дает сил. Наверное, я могу сказать, что я ответственная, так как вообще подготовка материала в публикации, она требует все же того, чтобы ответственно прочитывать тексты, просматривать на ошибки, устранять какие-то недочеты, своевременно все публиковать, составлять контент-планы в конце каждого месяца, естественно, добавлять это все на сайт и другие социальные платформы наши. Так, вот ответственность. Мне кажется, коммуникабельность и дружелюбность, потому что коммуникабельность, ну она, безусловно, помогает мне в работе, так как я очень много общаюсь как с студентами, студентками, авторами статей, так и в целом просто с какими-то героями, которые упоминаются в материалах, мне важно найти как бы точки соприкосновения. В целом пока вроде получается, все классно. Ну и дружелюбность, то есть я никогда не конфликтую в открытую, потому что в целом не очень конфликтный человек, мне важно как-то решить вопрос мирно, в большей степени это удается и получается, да, вот три качества, ответственность, коммуникабельность, дружелюбность. Ну в целом я не могу сказать, что для меня это прям суперсильная такая работа и загрузка, то есть это наоборот даже как способ отвлечения от каких-то насущных дел, которые сбивают дни и рутину, то есть там учеба, дополнительная работа и так далее, и это для меня просто в кайф, то есть публикации сами по себе, там создание каких-то постов в инстаграм, коммуникация со студентами, студентками, когда я вижу особенно их мотивацию, запал написать что-то, это очень классно мотивирует меня саму в первую очередь и вот так, собственно, я отдыхаю. В нашем проекте есть свобода, то есть сам проект, он подразумевает свободное самовыражение студентов, нет каких-то суперсильных ограничителей, цензуры по каким-то темам, все, что вам интересно, все, что для вас важно, актуально, вы про это можете написать, поделиться с другими. Скорее всего, мне нравится, что иногда у студентов пропадает немножечко запал в создании контента, наполнения для сайта, инстаграма, и мне приходится подключаться и самой, потому что не хочется, чтобы проект погас, но это уже как бы мои обязанности и задачи главного редактора решать данный вопрос, чтобы вновь вернуть мотивацию авторам и авторкам, поэтому да, ну это иногда просто немного раздражает. Я не могу рассматривать в какой-то супер долгосрочной перспективе, хотя бы потому, что мне осталось учиться год всего лишь, и после я скорее всего уйду с университета и в целом из проекта, поэтому скорее всего буду искать кого-то на замену, очень надеюсь, что найду достойного человека, который продолжит деятельность проекта, и он мне как-то не исчезнет, не погаснет, и также в планах какая-то еще большая модернизация проекта, то есть на данный момент я там делала редизайн сайтов, поменяла как-то стилистику, потому что мне тоже это нравится, такой как вид кайфа для меня. И, наверное, добавлять больше какого-то живого контента, хочется, чтобы студенты еще больше участвовали в создании каких-то статей или видео, или фото, то есть мы не ограничиваем, и буду стараться работать еще больше над тем, чтобы вовлекать, мотивировать, предлагать классные условия для работы. Вот такие планы.